Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Весна идет полным ходом, трава зеленеет, на деревьях появляются первые листья, водная фауна тоже не дремлет, рыба все чаще приближается к берегу, поближе к теплой воде. Погоду омрачает лишь обилие дождей, но для настоящего рыболова это не помеха. На этой неделе мы с вами сможем порыбачить на щуку, окуня, платву и леща, но обо всем по порядку. Синоптики прогнозируют частые, а порой и сильные дожди. Температура воздуха будет от плюс 5 до плюс 14 днем и от минус 1 до плюс 4 в темную пору суток. Ветер будет преимущественно северным, достигая 9 метров в секунду. В сочетании с высокой влажностью постоянно будет создаваться ощущение, что на улице на 3-5 градусов холоднее, чем есть на самом деле. Рыба крайне чувствительна к атмосферному давлению, которое на этой неделе будет пониженным. Ртутный столбик будет держаться отметки в 740 мм. Обычно это хорошо сказывается на подвижности и аппетите рыбы, а значит она чаще будет подходить к берегу. Вода постепенно теплеет и щука все чаще посещает отмели в поисках добычи. Для этой хищницы в течение апреля сгодится как живец, так и искусственные приманки в виде различных блесен или воблеров. При ловле наживца наживка забрасывается в пол воды или немного глубже. Сама приманка должна быть средних размеров, примерно от 5 до 10 см. Для этих целей прекрасно подойдет небольшая плотва, которая встречается недалеко от места обитания хищницы. Лучшее место для ловли щуки на блесна – бровки. Именно тут чаще всего щука караулит свою жертву. Приманка ведется вдоль берега со средней скоростью. На озерах также хорошо себя показывают твистеры и виброхвосты. Ловить щуку можно в течение всего светового дня. Лещ, в зависимости от особенностей водоема, хорошо ловится на поплавок и донку. В качестве приманки лучше всего подойдут так называемые бутерброды из червя и опарыша. В середине весны при низкой температуре воды крайне важное использование прикормки. Лучше всего для этих целей подойдут готовые смеси для холодной воды, продающиеся в специализированных магазинах. Универсальной прикормкой послужит пшеничная каша с небольшим вкраплением мелкого мотыля или рубленого опарыша. В апреле у окуня начинается жор. В это время он все чаще подходит к берегу в поисках малька, который является для полосатого хищника основной добычей. Лучшая снасть в эту пору года для ловли окуня – спиннинг. А в качестве приманки отлично подойдут небольшие блесна серебристых оттенков. Также уже можно поэкспериментировать с твистерами и небольшими воблерами. Леска берется до 0,3 мм сечения. В зависимости от степени прозрачности воды. Температура воды крайне важна для белой рыбы, а сейчас она на уровне 5 градусов. В таких условиях плотва уже держится не глубже 2 метров. Ловли этой рыбы весной проходят на поплавочную удочку. Основная леска не должна превышать 0,14 мм в диаметре, а поводок – до 0,1 мм. В качестве наживки пока лучше использовать приманки животного происхождения – мотыля, опарыша или навозного червя. Для ловли особо крупной рыбы следует отдать предпочтение личинкам насекомых, к примеру, стрекозы или ручейника, которые служат привычной для этой рыбы сезонной пищей. Подведем итог. Погода на этой неделе будет дождливая и переменчивая. Атмосферное давление пониженное. Щуку лучше всего ловить в проводку на бровках, используя живца или блесна покрупнее. В нынешних погодных условиях леща лучше всего ловить на донку, а место лова предварительно закормить. Окунь будет держаться за коряженных мест водоема, однако довольно часто будет подходить к берегу за мальком. Ловим на спиннинг, используя блесна серебристых оттенков. Плотва будет держаться на глубине до 2 метров. Ловим на поплавок. В качестве приманки используем личинки насекомых. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин